Мавзолей Ленина закрывают на День Победы. Это решение никогда бы не поддержало большинство россиян. И именно по этой причине никаким образом власть не объясняет, зачем это нужно делать. Тот же Дмитрий Песков, например, когда его прямо спросили об этом, заявил, что не нужно волноваться за фанеру. Она тщательно хранится, все конструкции используются не в первый раз, они прочные. То есть по существу ничего не ответил. Понятно, что драпируют Мавзолей Ленина из-за негативного отношения к Ленину со стороны высших чиновников, прежде всего президента Путина, и хотелось бы от них услышать объяснение, чтобы люди увидели, за кого они голосуют на выборах. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Николай Николаевич, на официальном уровне о драпировке Мавзолея предпочитают не говорить. Владимир Путин об этом ни разу не высказывался. Но вот знаменитый тележурналист Дмитрий Киселев попытался объяснить, для чего это делают. Процитирую его. «Чтобы не бередить общественное настроение. В России негласно заключен своего рода пакт забвения. По тем или иным причинам мы до сих пор не можем прийти к согласию по поводу Ленина и Сталина. Если так, то отложим этот спор еще на неопределенное время. Мы также не можем прийти к согласию и по Октябрьской революции 1917 года. Ее столетие прошло столь тихо, что будто бы и не было юбилея. Ни одного центрального мероприятия. Ни речи, ни парада. Значит, пока не переварили. А если так, то лучше штиль забвения. Других дел полно. Что вы можете сказать о заявлении Киселева?» От кого, собственно, от чего имени Киселев все это говорит? Мы? Мы это кто? Я никакой Октябрьской революции не забывал. Ленина и Сталина я тоже не забывал. И по данным опросов общественного мнения. Положительно к Советскому Союзу относятся, это вот самая маленькая цифра, что я видел, 64% населения. А таких, как Киселев, меньше третий. Положительно относятся и к памятнику Дзержинского, к восстановлению. Помните, был опрос у нас. И как только там сторонники... В Москве был интернет-опрос. Как только сторонники возвращения памятника стали брать верх, его опрос, я имею в виду, отключили. Так что Глазкова внесла два законопроекта о возвращении в качестве главного праздника 7 ноября и об отмене праздника 12 июня. И вся пояснительная записка к этому законопроекту базируется только на опросах общественного мнения. Причем государственных организаций. Ну, или близких государств, типа в ЦИОМ. Где четко сказано, что как раз россияне положительно относятся в большинстве и к Октябрьской революции к 7 ноября. А вот что касается 12 июня или 4 ноября, прошло уже сколько лет, до сих пор люди не могут понять, собственно говоря, а что они празднуют, что они отмечают. Это все содержится абсолютно в вопросах общественного мнения. Так что Киселев, наверное, с чем-то не разобрался. А население Российской Федерации с этим разобралось давно. И большинство поддерживает и Советский Союз, и Ленина, и Октябрьскую революцию. И с этим, если вы демократы, конечно, придется считаться. То же самое смотрите. Вот мавзолея Ленина. Ну, понимаете, вот в центре Парижа лежит у них там в Пантеоне, по-моему, Наполеон, к которому, ну, я не знаю, совершенно разные отношения. Причем Наполеон-то наваял. Причем в основном за пределами Франции. В отличие от Ленина-то, да? Там что? Там 14 июля, в день революции, в день взятия Бастилии, проходит военный парад. Во-первых, никто там не вякает, что надо бы его отменить. И никто не драпирует могилу Наполеона на том понимании, что не все к нему одинаково относятся. Понимаете, там вообще, мне кажется, была бы странная такая дискуссия. Ну, а ты, дайте, сделаем так. Вот, может быть, к собору Василия Блаженова там не все правильно относятся. Это же все в честь взятия Казани. Ну, а вдруг в Казани к этому плохо относятся. Давайте задрапируем его нафиг тоже. И вообще все задрапируем, что только можно. Потому что по каждому историческому событию можно, конечно, сделать свое суждение. Но 9 мая 1945 года победила нацизм не абстрактное Отечество, и, конечно, не Российская Федерация. Победил нацизм Советский Союз. Это медицинский факт. Нечего тут спорить. Достаточно понять, кто капитуляцию подписывал. И поэтому именно к подножию мавзолея основателя советского государства, победившего нацизм, и бросали фашистские знамена. Из 900 отобрали 200. И самое главное. Может быть, для Киселева, всех остальных. Чисто юридически. Отбросим в сторону историю. Нынешняя Российская Федерация, еще раз подчеркну. Чисто официально это государство не правоприемник, а продолжатель СССР. То есть, правоприемник – это любое другое государство, возникшее на территории прежнего и взявшего на себя его права и обязанности. Это одно. Мы продолжатель. Что это юридически означает? Именно поэтому нам, а не другим республикам, дали место СССР в Совете Безопасности. Ведь так могли бы сказать ООН. Типа все 15 республик могут претендовать. Нет, только мы. Потому что мы продолжатель. Эту позицию подтвердил Конституционный суд. И мне неинтересно, нравится это Киселеву. Нет, это юридический факт, означающий, что все советские законы, все решения советских судов автоматически действуют в Российской Федерации, если они специально не отменены. Еще раз. Это официальная юридическая позиция нынешней власти. Поэтому, не зная кому-то, что не ясно, а с правовой точки зрения полная ясность присутствует. Субтитры создавал DimaTorzok